Я постороннийся. Здравствуйте. Здравствуйте с нами. С вами снова XMIM и человек, который будет мне помогать в комментировании AllMAX. Да, добрый день. Нас ждет длительное путешествие. Это игра Stalker Чистое Небо. Категория AllMim Missions. Таймер стартуется так же, как и в Энни Проценте после скипа вступительного ролика. Запускай таймер. Говорят, тихо слышно. Понятно. Сейчас хорошо со звуком все. Субтитры делал DimaTorzok сейчас хорошо со звуком все я забыл на звуки просто по идее в теории должно быть нормально так ты сейчас стартуешь да ну я сижу жду когда она пишет по поводу вот сейчас должно стать лучшим на моменте на стриме вот все короче стартуем таймер через 321 суть категории all my mission заключается в том чтобы пройти все основные задания в игре опуская подробности скажу что ничего подобного я ранее не видел энцефалограмма свидетельствует о серьезном повреждении нервной системы однако пока она начинается на болотах мы играем за наемника шрама который во время выброса выбросом неожиданно сомнений оказался вне укрытия но каким-то образом выжил как раз лебедев и каланча говорят сейчас об этом так же как и вы не проценте нам нужно как можно быстрее прокликать диалог но после этого мы будем заниматься с ней этими вещами мы побежим по квестам а именно говорить с барменом вообще основной сюжет игры заключается в том что мы должны выяснить начали выяснить почему мы выжили во время выброса потом когда мы выяснили что это из-за того что не длиннее почему происходит выброса выяснить мы выясним что это происходит из-за того что группа сталкеров подбирается близко к центру зоны и наши задачи станет их остановить это группа сталкеров стрелок призрак и крыльк известный по чернобыле сейчас мы будем это фармить стартовые стартовый лут у нас получилось это сделать 14 раз это необходимо для того чтобы было легче играть следствием у тебя сталкер переходим на болото чтобы помочь защитить вышку наемник будь внимателем помни об аномалиях в начале бросаешь болт а сам идешь только если отреди чисто аномалий да кстати в аномалиях иногда можно найти артефакты макс вообще тут да да я тут я снова приветствую всех на стриме все таки не хочется прерывать когда идет какая-то мета сейчас у нас очень сильно похоже на остроту очистыванием поэтому будем на вышке сейчас будет происходить выброс нам необходимо вначале убить кабанов чтобы это произошло быстро мы мертвы сейчас я выкину пм и кучу его состояние до нуля это будет использованы я это делаю для того чтобы использовать бак где-то в середине рано вернемся к нему попозже немного происходит выброс нам некуда бежать мы не успеваем добегать до базы чистого неба поэтому просто ждем пока он закончится чтобы мы опять пережили его и появились на базе чистого неба нас возвращает на базу и мы должны идти дальше по основному майн квеста чтобы продвинуться с бюджетом сейчас мы говорим с небедем по поводу того что вообще он нам как раз объясняет что это все из-за того что стрелок попал стрелок его группа они приблизили центру зоны из-за этого происходят эти выбросы сейчас мы продаем нажим который стоит достаточно много денег для того чтобы купить на это деньги энергетики а также улучшить наше оружие чтобы во время на болотах нам было легче стреляться с бандитами болото это самая неприятная часть этого рана потому что тут все очень рандомно нам необходимо выбить ренегатов из болот как будешь у нас на болотах это сложно потому что отряды чистого неба которые должны приходить на захваченные захваченные . они действуют странно непонятно все прекрасно помнят тот самый искусственный интеллект который тебя мог заставить ждать отряд по 10-15 минут реального времени у нас также существуют категории на захват территории которые достаточно проблематичные но это уже не вина ранера это все таки вина игры довольно сейчас мы покупаем энергетики путем quicksave клоуда мы сбрасываем ассортимент торговца можем купить столько сколько нам насколько нам хватит денег но мы или не слишком много потому что слишком много это тоже плохо и начинается наше путешествие по болотам начинаете болотная колодец как скажу теперь придется довольно много пострелять сделать достаточно быстро спидранлер у нас профессионал поэтому вы это видели зои припяти в идеале все должно занять минут 16 это в самом лучше при самом лучшем раскладе но вплоть до 20 минут можно считать что вы болото пробежали достаточно хорошо вот с этой точкой связана одна вещь необходимо подождать пока задание на нее отменится и только после этого убить последнего бандита но так как этого не происходит я просто убью его и побегу это связано с тем что если она отменилась задание отменилось то этому точку никто не занимала теперь ближайший отряд который будет пробегать тут он станет просто на этой точке из-за этого все будет происходить немного дольше но это сильно страшно не бежим к следующей точке и знаменитая церковь где находится там основа я лучше без махну да я тоже думаю давай лучше без махну убиваем бандит захватываем очередную точку бандиты решили зайти ко мне в тыл бандит пошли по науке как говорится сбоку сбоку заходи но у них ничего не получилось ик смене прекрасно обязательно загляни к нам на базу тебя убиваем отряд который приходим к ним на помощь там последний он все-таки убиваем отряд как он приходит а помощи дальше у нас обновляется . где мы бежим к следующей точке очередной после этого нам у нас будет задание захватить главную базу механизаторский двор но мы не побежим сразу у неё по причинам которые я объясню после того как справлюсь с бандитами на сгоревшем хуторе также на болоте очень часто вот так из стравы выбегают об они для угрозы для нас они не представляют вообще никакой есть интересная история как эти же самые кабаны представляли угрозы для процента по старой странице они слишком резко выбегали из камыша и это приводил к испугу привести к неизвестным последствиям вам последнего сейчас бежим не на механизации уничтожать вот этот отряд так как этот отряд заблочит наших отряды чистого неба которые будут идти на механизации двор чтобы захватить его что приведет к тому что мы потеряем время нам немного не повезло с тем куда они побежали или повезло я не могу понять они просто стоят на насосной станции они могут побежать вниз да они бегут вниз могут побежать нет они бегут на правой они могут побежать сюда либо сюда если они бегут сюда то это неплохо если они бегут вниз то это плохо потому что у нас занимает больше времени чем быстрее мы справимся с этим отрядом тем лучше потому что на механизаторский двор идут два отряда чистого неба и в идеальном идеальном раскладе первый отряд должен прийти на механизаторский двор а второй отряд пойти на южный хутор который нужно будет захватить после механизаторского двора сейчас я бегу вот сюда убить этот отряд который также может заблочить чисто отряда чистого неба вот эти два отряда вот первый вот второй вот этот должен будет остаться на механизаторском дворе на тот который сейчас на рыбацком хуторе должен будет уйти на на южный хутор после того как мы уничтожим этот отряд мы пойдем захватывать базу бандитов основную нет я наврал этот отряд он займет сгоревший хутор нам не повезло опять-таки я сказал задание на захват вышки не отменилось за этого нам нужно будет ждать на один отряд больше некий овер дефенсив из чистого неба сейчас мы бежим на механизаторский двор и зачищаем основную базу ренегатов после чего мы будем ждать отряды чтобы выполнить задание после чего мы сможем наконец-то уйти из болот самое наверное душная локация из всего рана и возможно даже самая интересная происходит убийство как видим мы улучшаем пистолет для того чтобы нам было убивать проще все-таки дефолтный пистолет мы сделали бы это гораздо дольше патроны на калашнику вынуждены бегать с худшим оружием который весь в этой игре к сожалению нам никак не преодолеть остается 7 бандитов 6 5 отлично x-мены великолепно справляется с ренегатов из чистого неба все отлично так то насколько быстро мы их убиваем вообще не решает потому что отряд еще очень долго будет идти на базу самую базу ренегатов остался один бандит и убивать его не буду по той причине что его необходимо убить когда подходящий отряд будет находиться вот примерно за вот этой вот границей потому что тогда он сразу займет локацию мы сможем отправиться дальше я-то его убивать не буду меня убить он очень хочет видимо вот мы буду просто бегать от него и мутать ящики с аптечками и прочими вещами остается ему тебя я думаю тебе стоит поискать курьер он обычно расположен недалеко хватит ладно это все шутки это все шутки не публикации от основном просто лутаем бандитов пока ждем подходящий отряд чистого неба 100 лет ненужный вот они уже близко можно готовиться к тому что мы будем убивать последнего бандита после того как мы захватим отряд фото отряд эту точку вот этот ряд который сейчас идет на механизаторский двор он отправится вот сюда на южный хутор туда куда нам нужно будет идти дальше по сюжету чтобы захватить эту точку оттуда через проводника отправиться на кордон шли каким-то не непонятным не путем но рома терминатором просто смотрит в стену поэтому мы можем ждать терминатор неплох к сожалению мы не убили ведь у ореха на насосной станции но я думаю мы это сделаем на другой локации остается остается интересная часть раны теперь нам надо выйти из болота и я пожалуй не буду некоторое время мешать ранеру например минуты так сейчас у нас визит задание удержать до . до прихода союзников я лучше останусь тут на всякий случай потому что отсюда могут может отправиться отряд ренегатов все это связано с тем что они решили вот зачем-то вот так вот обойти все происходит слишком долго опять-таки говорю из-за искусственного интеллекта который действует непонятно как мы в принципе можем из-за того что мы сразу не побежали мы можем использовать проводника чтобы у нас перевел на сгоревший хутор откуда будет быстрее добежать до происходят непонятные мне вещи они находятся здесь но . они не захватывают по каким-то причинам я сделаю сейф помогло бежим к проводнику просим его привести нас на сгоревший хутор и отправляемся на южный хутор кстати вероятнее всего что до отряд который должен был идти на южный хутор просто непонятно куда пропал будем ждать новый который придет отсюда я не могу понять куда они делись ну ладно они вот они но они почему-то не идут захватывать южный хутор они считаются удерживающий точку должны быть они светло-зеленого цвета убиваем бандитов они бегут на эту точку можем убивать бандитов с убийством последнего бандита тут та же ситуация что мы на механизаторском дворе отряда должен находиться вот за вот этой вот линии чтобы сразу же занять точку и побежать может быстрее от ней и так как у нас все заняло немного больше времени мы в принципе можем его просто убивать уже бегут в принципе все нам осталось только подождать пока проводник станет вот сюда только тогда еще можно будет идти на корзон вот это проводник пытаемся его подтолкнуть болото у нас заняли 18 минут с копейками что в принципе не самый плохой результат и мы переходим на следующую локацию а именно на кордон и сразу же нас встречают военные не просто военные военные с пулеметом который простреливает все что только может прострелить и на уровне сложности мастер это буквально невозможно пройти мы играем на мальчке так что нам без разницы но он стопит но это не страшно мы идем говорить с сидоровичем потому что новиков дал нам информацию новиков лебеди в данную информацию о том что клык один из сталкеров группу стрелка был у сидоровича и просил его достать какой-то компонент для все шлема который необходим стрелку для того чтобы пройти эксцентрюзон и сомнительные но сидорович просто так нам не выдает ту информацию которую мы хотим получить и просят вначале помочь ему именно найти хабар военных которые они у него забрали мы бежим на базу нейтральных сталкеров чтобы поговорить с их командиром военных и хабаре сидоровича мне необходимо будет в дальнейшем врань уменьшить количество денег до примерно 500 не 500 даже 200 250 что-то в этом районе меньше 250 на больше 200 чтобы сделать один баг частью деньги тратить не проблема достаточно просто купить печек и патрон который в этой игре стоит довольно таки дорого сейчас мы будем просто метаться по этой базе вначале поговорим с командиром сталкеров узнаем что у него в плену майор военных который знает о хабаре хабаре возьмем энергетик со стола после того как мы поговорим с майором мы опять идем говорить с отцом валяном он говорит о том что чтобы расколоть этого майора чтобы он нам рассказал о хабаре нам необходимо уничтожить несколько отрядов военных на кордоне которые которые как думает майор могут их спасти мы уже не используем пистолет макарова используем станет калашникова потому что у нас есть патрон и мы воюем с теми которые также используют патроны то есть проблем с ними вране у нас возникнуть не должно убиваем военных забираем их бежим на следующую точку именно а т.п. автомат калашникова это оружие которое мы обычно используют на протяжении всего урана но я предпочитаю другое оружие переделать его от патроны на калашников так как они самые распространенные калашников мне не нравится его разбросом стрелять в игре придется достаточно много мы уничтожаем военных а т.п. элеваторе и бежим на базу сталкеров говорить с майорами майор расскажет нам где хабар это будет одна из трех точек здесь он может заспавниться здесь и здесь это самая выгодная точка так как мы сможем после этого отнести хабар сидоровичу на двигали новичков быстрее так как мы сможем использовать вот этого проводника который стоит на базе нейтрала все остальные точки менее выгодные выгодные но видишь к чему привело твое упрямство в принципе это не очень важно потому что времени это займет немного узнаем что хабар находится под мостом переходим на деревню новичков оттуда быстрее немного быстрее добежать до до этой точки чтобы забрать хабар после того как мы возьмем хабар и дадим его сидорович он нам расскажет что клык убежал на свалку чтобы встретиться с диггерами после этого мы по его следам отправимся также на свалку мы взяли хабар теперь мы можем бежать сидоровичу но перед этим я забегу деревню и возьму энергетик потому что до следующего момента когда я буду их покупать может мне не хватить 14 штук вообще суммарно в этой игре во время этого рана вернее я куплю примерно в районе что-то 100 энергетиков бегаем мы очень много не стамина при большом весе рюкзака тратится тоже срочного зиму удачи сидорович дал нам информацию о том куда ушел клык мы переходим на базу нейтралов при помощи проводника и отправляемся на свалку на свалке нам по факту ничего не нужно будет делать просто пробежаться по квестам залутать два трупа не один труп и убить одного человека и залутать его труп чтобы узнать то информацию о том куда дальше двинулся клык мы переходим на свалку и нас сейчас встретят бандиты которые потребуют с нас дань за переход а именно все деньги которые есть в нашем инвентаре у нас вернее но мы просто пробежим мимо них они конечно будут этим недовольным шутка нам стрелять я думаю спокойно пробегу мы бежим диггером бандиты в этой игре нейтральный так как они лишь так как разработчики решили реализовать войну группировок но они постоянно хотят нас обобрать или просто застрелить мы пробегаем диггером и видим что не все мертвы мы лутаем труп чтобы узнать что тут произошло не тот труп знаем что клык был них но они не нашли все детали для него поэтому он ушел от них недовольным они отправили за них 8 и мы отправляемся искать 8 а васян сидит на камне и собак воевать ему надо было с нами потому что нам надо с ним поговорить но убить и просто золотать его в разы быстрее надеваем вас она узнаем что клык ушел в сторону темной долины и отправляемся вслед за ним на переходе нас опять будут ждать бандиты которые также захотят забрать наши деньги мы переходим на темную долину где располагается база группировки свобода который также не совсем дружелюбно к нам настроены связано это с тем что них в темной долине завелись наемники которые убивают и сейчас необходимо подождать пока свободу подойдет к нам чтобы узнать зачем мы сюда вообще пришли вольно не будет сталкер не ну рассказывая ведь мы узнаем что нам необходимо что клык был здесь что он отправился на базу свободы и мы идем пытаться разузнать что нибудь там извиняюсь прицепит раннером за такое долгое отсутствие я вижу мы уже прошли довольно солидный отрезок рано сейчас мы идем на базе свободы как известно на базе свободы завелась крыса и эту крышу не будем вычислять плюс в чат кто знает кто крыса доходят тут всякие мы говорим с комендантом объясняем нашу ситуацию что мы хотим найти клыка но просто так говорить нам куда он пошел и что он тут делал нам не хотят конечно же мы должны пойти и убить для коменданта собаку выступим в роли герасима бьем своими способами прекрасно собаку убит мы можем возвращаться на базу свободой давать квест сейчас мы будем получать новые указания от коменданта и направимся в другое место и конечно же как же без ашота ашот это лучшая часть сталкера чистое небо все знают ашота кто не знает а что-то все равно знают аж но у него по нужную нам амуницию покупан 2 аптечки потому что у него просто больше не было и покупаем патроны нужны нам в дальнейшем ранее все мы купились ваше ты мы можем идти дальше по квесту покупал я патрон его шо то не потому что им не нужны патроны потому что мне нужно потратить деньги да да я немножко ошибся все прекрасно как я великолепно бегаю чистое небо поэтому такое может быть сказать обманули ашота взять в м м чем очень просто это постоянно напоминает никто лёха да я вам могу кстати рассказать про историю данного сейчас он действительно довольно простой ты да да ты из чата можешь спокойно взять и перебежать нынешнем уровне сложно я бы сказал простой у нас есть целый цех теоретических спин раннеров которые прекрасно тоже бегают но в теории и по теории теоретического спидрана это довольно легкий в р тогда мы пришли на говорить с чеховым потому что как оказалось мы шли давать патроны отряду свободу но они все погибли чехов попросил нас разобраться с тем что произошло и выясняется о той информации которую мы получили спада одного из умерших свободовцев на из этого отряда то что то что крыса это комендант и чехов просит нас его найти ну бежим искать коменданта и сейчас у нас один из тех моментов почему наемник шрам действительно не принадлежит группировки наемники да ведь если вам принадлежал группировки наемники то мы бы убивали по факту нейтральных к себе сталкеров сейчас мы идем на ферму где нам в сталкере тень чернобыля продают замечательную гаусс пушку за 40 гривен и сейчас мы будем их убивать можно себе позволить немножко поспойлерить но вдруг кто-то не видел сюжетную линию чистого неба я вам скажу так и достаточно много людей все чистое небо оказалось довольно проходной не только из-за того что она возможно скучно для фанатов трилогии stalker но и также из-за того что технически она очень-очень уступает своим собратьям по серии как сказал задание выполнено мы взяли кпк коменданта сейчас нас сейчас нас не отправят защищать фабрику сейчас мы пойдем к чехову да довольно нудная скучная беготня но спидран как известно рано ты бег а спид эта скорость поэтому мы используем проводника мы уже на базе свободы сейчас отдадим кпк или пда сейчас мы будем с тем что заключается в том что я должен сделать так что у меня будет отрицательное количество денег обой для того мне необходимо сложная математика мне ладно 160 короче мне думаю мне хватит это делается так что у нас мы берем абсолютно сломанную пушку подходим технику будут проблемы пожелания обращайся пытаемся ее починить но он говорит что денег нам недостаточно и мы берем улучшаем делом улучшения на которой у нас достаточно денег и с этим у нас ну я не знаю как это конкретно происходит но у нас становится минус 80 рублей на счету что пригодится нам дальнейшем мы смотрим свободовцы захватили выход на свалку значит мы можем сделать перейти при помощи проводника на барахолку что в разы быстрее чем просто бежать туда так как мы отследили кпк клыка и это нам показалось что он находится на барахолке но это не совсем так не он находится под барахолкой как известно и здесь у нас было довольно весело до определенного патча ведь когда нас грабили бандиты под барахолку мы действительно теряли все теряли есть не успевали это выкинуть материале деньги материале весь хабар так как известно хабар принес хабар не принес или мы сходили под барахолку и теряли это все и это исправили только с каким-то патчем обманывать не буду честно но нам это надо мы 4 медом помазано и выбрасываем все перед именно здесь делаются именно для этого делается массовое значение денег так как короче по копаем самым каким-то причинам если у вас отрицательное количество денег на счету и вас грабят но у вас становится количество денег становится равному максимальному возможному количеству денег а именно 20 миллиардов подбираем назад наши вещи которые мы выкинули узнаем что клык оставил сообщение стрелку который говорит о том что он оставил ему какую-то информацию в тайнике а тайник находится в подземельях агропрома поэтому мы убежим на агропром чтобы попасть в этот тайник и узнать какую же информацию там оставил клык стрелку и сейчас действительно интересно как как мы все мы все справляем чистое небо и нам интересно образом будет произведено попадание в тайник стрелка как это будет делаться и с какими стратами но сейчас мы действительно бежим на агропрома довольно интересно и нас будет встречать бандиты которые скажут деньги мне плати но мы не будем платить деньги это не наша тема все-таки у нас довольно большое количество денег мы не зря использовать как видите они пишут вали вали его мы не замерли когда нас просили мы просто пробегаем нас не волнует что думают о нас бандиты и мы переходим на агропром сейчас будет интересно а именно покупка 60 энергетиков у барменов что займет что-то в районе двух минут мы приходим говорим с командиром блокпоста который дает нам задание пойти поговорить с командиром долго и по факту весь ран что мы делаем это говорим с кем-то говорим бегаем и стреляем так называемая новелла в зоне если можно так выразить мы постоянно разговариваем как известно покупка энергетика через сейфлоуд это самое интересное что может происходить в ране да мы постоянно сейвимся мы постоянно ловимся что самое главное также я заметил что мы не используем распрыжки по какой-то причине в чистом небе ну потому что мне вес 14 15 килограмм почти хотя почему я могу распрыгать я буду так весь до 1 . это весело распрыжки это круто распрыжки это новая метаста который имеет весь мир и она уже изменила спидраны поставки мы прибегаем на базу долга самая интересная часть страны к сожалению распрыгивать весь ран не получается потому что на янтаре когда мы купим новую броню и патроны у нас вес нашего инвентаря станет что-то в районе 40 килограмм и распрыжка станет невыгодный я бы даже сказал невозможный так как у нас будет тратить слишком много стамины она не будет восполняться чата давайте вместе посчитаем количество сейфлоудов к значит ранен это уже третий по моему мне плохо с математикой у нас все хорошо вас с пидранами но все бокс это правда жизнь и от это от нее никуда не деться после того как я куплю 60 энергетиков у колобка так зовут бармена долга я отправлюсь занимательный разговор с лидером долга который скажет что в подземелье агропрома просто так не попасть так как они закрыли все проходы из-за того что оттуда лезут мутанты но остался не разумеется его от слава богу я думаю ты обязан сказать колобок колобок я тебя съем нет я не я скажу это за тебя я уже сказал я думаю это часть спидрана колобок колобок процент я думаю это звучит неплохо этом категории почему бы нет все мы закупили нужное количество банок и сейчас пойдем по майн квест нас мы пойдем к технику улучшать наше оружие и чинить нашу броню помочь также заметить то что мы все в той же куртке нам не страшны некие преграды пули нам не страшны мутанты нам не страшны и теперь мы идем наконец говорить с лидером долго чего тебе здравишь опять-таки как я уже сказал он говорит нам что они за взорвали все входы подземелья но мутанты и не дураки и вырули норы и мы полезем в одну из таких нор ну что помимо того что мы сержант выдаст тебе все необходимое найдем в тайнике стрелка может помимо того что мы идем в тайник стрелка мы также передал на твой п.д. затопим эти подземелья чтобы мутанты больше не лезли так как опять-таки никто ничего не делает не просто так в этой игре всем нужно зачем-то сбегать что-то сделать сейчас достаточно сложный момент переход в подземелье охраняют толпа с морков мы пробрались толпа сморков преодолел мы в подземельях агрокрома довольно страшная локация и он так действительно когда я играл в детстве stalker чистое небо это было три дня назад мне было страшно и сейчас мы пробегаем слонка в котором выпрыгивают нас сейчас мы должны набраться до лестницы потом будет довольно страшный момент с контролером но я думаю стране не испугливых он преодолеет те все таки затопит этой подземельной убиваем контролера зажав голову крутим вентиль и покидаем опасную зону покидаем опасную зону нас не просто так предупреждают об этом сейчас мы увидим знаменитый тайник стрелка и как он выглядит в столбе чистое небо на нас бегут тушканчики они нас несколько потому что не так же хотят покинуть опасную зону как и мы безусловно с патрами уже сказал что мутран ты довольно умные в этой игре идем в тайник стрелка который мы знаем уже по игре сталкер чернобыль узнаем какое же сообщение там оставил клык информация мы получаем спейджеры которые они забыли убрать из клиника вся информация как не охраняется нет таких дверей просто дырка вокруг которой сидят плохое место это не как я думаю что стрелок просто не предусмотрел такой поварился сейчас нас ждет невидимая стена которую я перепрыгнул достаточно быстро и разработчики очень уж видимо постарались понравилась им стрельбу стрельба в этой игре они решились добавить как можно больше моментов связанные с этим чтобы не было это невидимой стены необходимо убить полтергейстов но я спидранер я не глупее мутантов из этой игры и я просто ее перепрыгнул как известно разработчики также очень ставить тена невидимая система виденности о мою ох как хорошо невидимая стена это действительно любовь разработчиков и они повсюду они везде они действительно очень сильно мешали все года когда проходили спидраны сейчас же мы научились преодолевать их лифты пришли и порядок на великой герц мало распрыжки в спидране в данном поэтому я думаю уважение так так все началась распрыжка плюс уважение которое тратит стамину а не восстанавливает к сожалению к сожалению очень большой взрывать мы все очень любим распрыгивать лучше распрыга только лифт я попрошу леву пасту кинуть в чат по поводу распрыги распрыга и лифта лифтов сейчас нам необходимо убить как можно быстрее зомбированных которые нападают на бункер ученых зомбированы в этой игре очень хорошо стреляют для людей даже не людей а существ у которых отсутствует разум но стреляют они получше некоторых с мозгами я бы сказал они стреляют получше некоторых спидранеров не будем но действительно зомби в трилогии stalker довольно стильны и безусловно они сидят мне чисто небо как мы знаем лучше абсолютно лучшая игра серии по всем номинации но зомби умные они нападают сразу с двух сторон поэтому мы нам не потому что к сожалению сбоку зайти не получилось у меня авангард распался клинит автомата это не очень приятно великолепно зомби убиты мы можем заходить в бункер говорить с сахаровым разряжаем обычные патроны так как сейчас группа придется купим рад был с вами вообще бронебойные патроны которые немного лучше обычных покупаем также комбинезон новый и бежим по заданию который нам дал сахаров а именно найти кпк с документами сахаров вообще зачем мы шли к сахаров стрелок стрелок был у сахарева до этого они искали детали детали для пси-шлема после того как они их нашли стрелок пришел к сахарову и сахаров превратил детали для пси-шлемов пси-шлем об этом он нам рассказывает и говорит что стрелок отправился брыжи лес но мы так у нас нет все шлем на заводе гентарь находится все установка залезем туда выжат нам мозги и станем как зомби что в принципе не так уж плохо учитывая их а им мы должны и предварительно отключить для этого мы брали чтобы узнать где именно эта установка находится у меня имеется вопрос так как я очень часто смотря на ай-м-м чип я бы у меня есть вот сможем не выполнять данное задание а сразу пройти в разведес чисто теоретически да но суть этой категории в том чтобы выполнять задание с ним так что задание не будет выполнена прекрасная пирамидка из патронов которых ты сейчас разрушил даже они нас беспомыть даже не тогда если перейти в рыжий лес до того как задание будет выполнена то следующее задание именно погони за стрелков задание не будет получше можем пойти в лиманск потому что мы-то знаем что мы делать дальше но это уже будет не категория all-main missions а категория не процент мы встречаемся с левшой тот сталкер с которым мы будем отключать выжигатель находящийся на заводе гинтарь и мы начинаем отключению операция психопат это однозначно одна из лучших миссий чисто мне бы нас ведь я так считаю действительно без сарказма это действительно очень интересно одна из многих миссий который может заинтересовать в игре но как же разработчики полюбили стрельбу в этой части безусловно задание которое мы сейчас будем выполнять заключается в том чтобы три минуты сидеть на крыше и стрелять по зоне это крайне интересно занятия я вас уверяю этих зомби можно не убивать так как они пассивные не представляют никакой опасности не для меня не грунт жившим но я их все равно убил потому что я люблю убивать зомби в игре stalker чистое небо конечно же мы ждем раз а точно сталкера с группы лишь и додумаются как же на им перелезть дальше да там за забором собран конгресс конгресс обсуждает как будет лучше преодолеть стену тем мы видим первые stalker 2 3 великолепно пошло дело они все-таки решили они решили я вас прикрою молодец он нас прикроет от кого только залезу в трубу пожалуй и вылезу тут же интересная труба повторяю еще раз расскажи что она позволяет нам залезть в нее и вылезть много функционально скоротать время перед тем как нам дадут следующее задание именно занять позицию на крыше оружие оружие нет отдачи потому что я про апгрейдил его на максимум мы не будем занимать предложенную нам точку займем более выгодным более удобным мы спидранер спидранеры нам можно обманывать игру поэтому мы занимаем действительно точку с которой гораздо лучше обзор вот пошла ставим задача задача до конца таймера прикрывать сталкера который будет выключать все установки три минуты мы будем сидеть и стрелять зомби которые идут отсюда сюда и отсюда левша уже забыл закрыл клапан началась активация я так понимаю зомби идут с определенных маршрутов и расскажи нам я не знаю эти тайминги маршрута я уже рассказал появляется вот тут идут вот так поднимаются по лестнице идут по крышу выходит потой идут по той доске и попозже где тогда когда на таймер будет полторы минуты останется они начнут проходить еще отсюда есть теория о том что в этой на этом здании зомби можно просто не стрелять так как левша бессмертный но проверять ее конечно же не но мы это сделаем обязательно после того как закончили миров оружие клинику куда от этого не деться тут действительно в чистом небе гораздо больше клинит оружие чем в остальных частях зомби потому что лежит на лестнице и не может приходится стрелять очень много зомби лежит на лестнице я думаю стопит тех кто идёт сзади так как они вероятнее всего бессмертный они это сталкер который отключает папку то можно не не особо париться поводу того как мы стреляем на стреляем и плохо хотел сказать неплохо а да да конечно неплохо великолепно лежит зомби мне нравится это возможно самый смешной момент рано убью его пожалуй чтоб не мучился прицел я держу на его голове но оружие попадать конечно не собирается она живет своей жизнью осталась всего лишь минута занимательного момента но независимое оружие падает но если вам очень уж нравится этот момент то спешу вас обрадовать будет абсолютно точно такой же момент немного я думаю зрители уже догадались когда это произойдет будет великолепная абсолютно сцена с опусканием моста будет она через сколько минут она будет через минут к сожалению все любители дефенса вынуждены будут смотреть 20 минут интересного рана остановка отключена мы можем держать ждем когда у нас появится квест на то чтобы перейти в рыжий лес так как без квеста как я уже сказал стрелка банально не будет в рыжем лесу соответственно продолжить сюжет мы не смог стрелками сейчас будет погоня взрывы кровь экшен как в лучшем американским бою тебя особенно этот акшен хорош когда ты сюда прибегаешь ночью когда ты не спидранить бежать за стрелком по факту бессмысленно потому что стрелок как мы все знаем очень быстро где мы уже видели олимпий уже видели сегодня возможно возможно это бежит кусочек шаурмы который бегал тени черном более не процент мы не знаем потому что он бежит очень мне до кусочка шаурмы в не проценте числа не очень стал как исправить посаду потому что стрелок и вы наверное я не знаю точно чем он заплатил мы триггер с стрелок говорит нам о том что бежать за ним бессмысленно так как он очень быстрый и очень умный и вообще не ровен ему и вообще он меченые стене чернобыля прибегаем на место где у нас будет следующий квест и ждем к цену который лебедев говорит нам о том что стрелок убежал центр зоны прототипа ладно в принципе сами послушайте единственная для нас возможность догнать стрелка пройти через лиманск сторону города ведет тоннель он сразу за мостом это единственная известная дорога в город опустить мост можно только с другого берега но его контролируют бандиты елки ведь должен быть какой-то способ перебраться на тот берег может есть другие варианты не только мост михалков все никак не может замолчать надо он и михалков он очень любит из воздуха появляются stalker и мы выполняем квест который после погони стрелка и сейчас мы пойдем побежим побежим с распрыгами у меня достаточно много банок не зря я все-таки стоял у колобка две минуты сейчас начинается самая любимая часть рана моя самая любимая часть рана пятнадцать минут примерно бега просто бега туда обратно от лесника на армейские склады и обратно и так несколько раз отбегаем снорк тут они могут застопить нас это будет очень неприятно ну мы пробежали более-менее нормально пытаемся отбежать это место вот вот это место потому что там находится псевдогигант если мы его сагрим то он начнет стучать по земле и этим самым на стопить мы не хотим этого потому что мы проходим на скорость чем быстрее тем лучше идем мы в пространственную аномалию для того чтобы нас телепортировала вот сюда хижине лесника который расскажет нам как же нам пробраться все-таки в лиманск чтобы догнать стрелка позволю себе еще немного рассуждения на тему чистого неба я считаю что лесник один из лучших персонажей которые когда-то были в трилогии stalker я думаю со мной многие согласятся действительно очень хорошо прописан но великолепно подобран голос и так далее и так далее особенно тем кто любит читать сюжет я думал пришелся по вкусу это действительно прекрасный персонаж мы с ним обязательно поговорили бы полностью послушали его озвучку если это не был спидран обязательно сейчас мы идем на армейской склады как сказал x-меме 15 минут бега и от этого никуда не деться идем мы на армейские склады потому что там находится отряд наемников который знает что-то мне не так я пропустил небольшой момент мы узнаем от лесника что возможность попасть на другую сторону реки возможности попасть на густогневики у нас нет но мы можем помочь отряду наемников главарь отряда главаря отряда зовут леший которые застряли в пространственной аномалии и выход из этой пространственной аномалии как раз таки на другой стороне реки реки узнав эту информацию мы бежим на армейские склады группе других наемников чтобы узнать у них информацию о той группе наемников которую нам нужен мы узнаем то что единственная возможность связаться с ними это залезть на вот эту вышку но там находится кровососы но мы то не боимся кровососов мы просто бежим залезаем на вышку триггерим квест и бежим назад леснику который расскажет что же нам все-таки делать дальше кровосос все еще бежит за нами но я думаю свободовцы на этом блокпосте справиться с ним он больше не будет нам докучать я думаю если бы ты сказал горе горе я на заборе то он бы от тебя отвязался сразу почему-то ты об этой страте ты к сожалению не все ну это страта не сэйвит мне времени так что поэтому я логично мы выполнили некогда некоторые фиксы взад-вперед мы опять у лесника на самом деле крутой квест по вызволению наемников из пространственного пузыря но к сожалению реализован он с максимальным беготни узнаем мы вот лесника что поможет вы поможет помочь выбраться наемником из пространственной аномалии нам артефакт компас а он находится в шахте которая охраняется ренегатами известными нам по шикарной локации болот убиваем ренегатов находит ну тайм их трупы так как патрон у меня недостаточно а как я уже упоминал дальнейшем нас ждет очередной автоскроллер на несколько минут все в автоскролле который будет дальше все зависит от нас так как если того кто опускает мост убивают мы теряем достаточно большое количество времени пока на замену ему придет тот кого пошлет лишь поэтому надо реагировать быстро делать все быстро но на том или спидраним серию сталкера ну там трупы чтобы у нас наверняка хватило патрон думаю столько нам хватит так как в принципе мы еще можем будет возможность у нас залутать другие трупы на базе военных на английских складах которые мы будем защищать защищать сейчас я я немного промазал в принципе можем положить надеть на пояс артефакт компас так как он восстанавливает выносливость чтобы засейвить одну банку когда найдешь к сожалению мы с ним останемся сейчас но он нам достаточно установил выносливость я считаю поэтому его не жалко расскажи нам пожалуйста про артефакты на выносливость я думаю всем интерес если они в чистом небе в чистом небе они есть но в отличие от тени чернобыля во первых их нужно искать по помощи детектора во вторых они радиоактивны и нам нужен помимо артефакта на выносливость еще артефакт который выводит радиацию из организма все это очень долго и не выгодно по времени тем более зачем это делать если мы можем две минуты я тут считаю что скипать колобка нельзя ни при каких условиях свободовцы справились справились с кровососом которого я к ним привел и мы бежим к отряду наемников чтобы узнать у них них информацию о том что координаты которые сказал нам без них после того как артефакт компас можно передать на на вышке которые находятся на базе военных но вместо того чтобы говорить с ним я его убью убил вернее так как если с ним поговорить то вас появится квест на зачистку базы военных вместе с отрядом свобода если его убить и залутать то у вас будет просто квест на передачу координат что естественно быстрее выпью водочки чтобы не бояться военных все кто могут в чате также выпить и водочки чтобы тоже не бояться военных спидранер и сейчас нас ждет очередная стрельба детляна сейчас нужно ждет стрельба к сожалению все еще нет нас на него стрельба ждет ну совсем немного мы просто бежим на вышку так как мы спидранер и нам не нужно убивать все делаем быстро можно быстрее вот так вот хорошо да как известно в одной пасти сейчас я думаю действительно хорошо неплохо закинули гранату на вышку я тоже хочу так научиться кидать гранаты если честно мы передали координаты группе лешего вот он нам сообщает о том что наконец-таки он выбрался из этого чертова круга мы бежим на мост дабы пострелять конечно же пострелять очень любим стрелять стрельба в чистом небе реализована поэтому конечно мы не пропускаем все моменты где можно пострелять сейчас мы пойдем опускать мост и нам останется ровно три локации это лиманск это госпиталь это чес и на этом прекрасно будет завершён очень хочется чтобы он не кончался чтобы мы смотрели как их с ними бегает вечно но чтобы мы сидели и стреляли по бандитам вечно вернее это самая интересная часть всей игры этого рана вообще всей пологе стал все-таки болот должно было быть больше ни одна локация все да если бы все локации в этом ране были как болото то я думаю вы сейчас не смотрели то как я это спидраню так как ни один адекватный человек никогда бы не взялся за это потому что как опять таки я говорю я говорил болото это очень рандомная и крайне неприятная локация сейчас мы бежим к проводнику который находится рядом недалеко от мест места где сидит лесник для того чтобы он нас перевел но на к мосту и там в очередной раз мы встретимся так ли это сейчас нас ждет наконец-таки наконец мы переходим на мост в лиманск и находим и начинаем начинаем стрелять конечно же стрелять занимаем позицию наш любимый михалков нам опять рассказывает очередные истории начинаем патрон у нас не очень много поэтому стрелять как можно точнее но я так скажу стрелять этих бандитов не конкретные есть очень важно не не представляют угрозу для того кто будет запускать мозг когда вот эти вот наемники подберутся но в скором времени появится стрелять а да наставляет угрозу снайпера который будет спавниться у меня стрелять потому моем наемного опускает мост да конечно же снайперы проверяют наши нервы и точность оружия если точность будет недостаточно высока то у нас могут проблемы будут ли они я надеюсь закину каим гранату если я конечно хорошая граната мне понравилось я еще раз отличная граната безусловно это одна из лучших гранат которые но на то мы спидранеры мы должны уметь кидать гранат неплохая граната залетела как сказал нам леший бандюков слишком много перестанем заниматься не пойми чем и начнем их убивать вот в этот момент я люблю брать винторез русскую винтовку счастью снайпер такой же точный как и я иначе бы он убил того кто опускает мост и мы бы потеряли не временно опасность по факту представляет большую больше всего опасности представляет первый снайпер потому что о нем не говорит лишь всех последующих снайперов спамящихся на холмах на будет сообщать лишь именно так режим стрельбы на винторезе на одиночность чтобы мне было легче отличное попадание снайпер убит великолепно я опытный стрелок в игре провел за этим заданием суммарно мне кажется часа два точно просто стреляясь стоя и стреляя по ним поэтому безусловно это очень интересно согласись даже на после нескольких десяток попыток все еще остается крайне интересным занятием безусловно мозг практически опущен да тут я взялась буквально двух снайперов еще убить возможно даже 1 бил снайпера можно уже бежать в принципе ждем последнего снайпера убиваем его и можем спокойно бежать сохранюсь на всякий случай не убью снайпера спавниться по какой-то причине не можем просто бежать дальше добиваем оставшихся бандитов которые перестали уже бесконечно спавниться нас поправили в чате это все-таки ренегата это небольшой учили на бандиты одно и то же это просто сделан для того ренегаты в принципе сделано для того чтобы не портить отношения с бандитами и в случае полного прохождения игры допустим к ним присоедин если все-таки душа лежит к чики-брики то мы можем присоединиться к бандитам и ждем пока михалков дойдет до лешего поговорить с ним и отправит нас наконец-таки в риманск на финальную финишную финишную прямую скажи спасибо подходим к переходу прохождение лиманская в категории all my missions напоминает прохождение лиманская по старым стратам и не процента с небольшим изменением в конце нам будет необходимо получить и выполнить квест на отключение генератора сейчас сами все увидеть полута у нас всего достаточно аптеку нас даже слишком много энергетиков тоже хватит так что я думаю все будет бежим мы вплоть до вот этого места прекрасная локация которая напоминает маленькую италию в украине в чернобык хоть и вымышленным да действительно стратегия очень сильно похоже на от стран который бегал до stalker wall с тем лишь отличием что мы не ничего не лутаем у нас все есть у нас все замечательно почему мы не помогаем пробивать счастлив потому что у нас висит задание на самом конце практической локации и это нам позволяет экономить довольно большое количество времени все задания в риманске по типу вот этого они являются второстепенными кроме последнего отключение он является квест в этот квест является сюжет на как мы видим задание отменяются они потому что мы уже продвинулись значительно дальше чем этого ждал от нас игра у нас мне очень интересно как у нас будет выполнен проход через стройку так как гранат у меня нет да и в принципе я предпочитаю паркур скам на гранат я покажу немного другую отличную страты который показал за stalker wall а именно как это можно пройти прыжком возможно это выглядело просто на самом деле это очень сложно до того как нашли лифты я очень долго тренировал их момент провел не один час на этом на этой стройке ждем отряд сложный момент давайте пукчам павчат это действительно вверх страна это очень технически сложно это наверное один из самых сложных прыжков помимо прыжка в госпитале тоже использую получаем квест бежим отключать генератор снайпера включаем генератор возвращаемся к командиру отряда и можно в принципе отправляться господь в госпитале нас ждет босс вертолет к сожалению я не уверен будем ли мы пать будем являясь межом и будет как можно не убить как можно не убить босс вертолет правильно прохождение лим они лиманского госпиталя немного отличается от прохождения лиманск госпиталя и не процент категории не процент тем что мы не просто бежим выполняем квесты а именно убить снайпера и уничтожить вертолет хоть кто-то откликнулся слушай на той стороне зала и мы будем убивать стайпера и уничтожать вертолет саду но лифт использовать буду все равно так быстрее и полегче и конечно не такой хороший лифтер кусочек шаурмы сделал со второго раза интересная статистика в чистом небе лифты наверное делать проще всего я думаю со мной многие согласятся с чем это связано мы не знаю показываю мастерство паркура нет показывает спады но это неважно это не важно мастерство паркура это не про нас это неважно да мы потому что нам все равно ждать пока позже мы расчищаем площадку чтобы нам не мешали по нам не стреляли нас не нервировали я отсоединил прицел так как я прицеле не вижу своего холлсбара вот закончится плохо плохо закончится но если что я если что можно сделать лифт или бить вертолет ножом это мы показывать сейчас конечно не будем дважды дважды клинит моя винтовка она устала устала стрелять слишком много она прошла через столько так и сейчас мы будем проходить дальше по и не процент стран но и много не так как показывать за сталкер волна сделаем это открытием винтов откроем проход винтов все-таки за сталкер волл показывал старые страты а это острота довольно таки свежая она появилась и тут же исчезла так как нашлись лифты рад видеть тебя наем случилось теоретически невозможно мы прибыли на чес наконец-то догнали мы стрелом это твоя заслуга спустя час 26 знаете по и не процент рану кусочка швырмы за сталкер волонт нам необходимо отключить вовсе защиту это будет конец этого рана прекрасного шикарный моего любимого и замечательного рана стреляем по стрелку попадаем конечно снова попадаем у нас есть белый 6 секунд до который я немного не попал но это не страшно так как это не страшно по таймеру у меня есть еще целых 13 минут я могу просто вообще по нему не но делать я этого не буду так как все нужно заканчивать даже такие хорошие раны полный мишин с чистым делаем последний вы всему есть конец и конец приходит стрелку и раду а м м чистое небо к сожалению и насколько я поднимаю это сам час 30 это очень быстро возможно возможно нет сожалению они подожди да конечно ты улор не сможешь конечно как я же говорил с математиками не очень хорошо я не знаю какое число идет после двадцати семи и сейчас стопится таймер и таймер останавливается это великолепно это топ-2 время такого результата достичь действительно очень я вам скажу это годы тренировок это болото это стрельба от чистого неба это очень сложная конечно огромное спасибо и к смене для великолепной раной он действительно на 10 быстрее чем должен был пробежал похлопаем похлопаем подождем пока закончится концена финальная на этом я с вами прощаюсь но ненадолго после рана антидота я вернусь опять с категории 17 достижений игры сталкер за в припяти спасибо чатик вы лучшие я думаю мы сегодня точно с вами встретимся глубокой глубокой ночью когда я буду бегать свою категорию и возможно залечу на чьи нибудь чужие Ждем мы, когда к нам присоединится Stalker Vault, чтобы уйти на перерыв Да, вы уже готовы уйти на перерыв, да? Ну да Так Продолжение следует... Продолжение следует...